Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин, многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых... И помогаем, продолжаем помогать с первых дней. Начало СВО. Мы... Кто-нибудь продолжите, пожалуйста. Добавьте кто-нибудь. Мы остались с детьми. Без крова, без выпуска, без денег. Мы уехали, что могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Сказать, наша администрация не работала. Давайте скажем прямо. Мы привыкли к обстрелам. Хочу сказать спасибо телеграм-каналам местным, которые предупреждали нас об обстрелах, об угрозах. Мы могли спрятаться в подвалах. И в этот раз... В этот раз мы знали угрозу. Знали, что стянули большое вооружение натовское. Оно стоит у нас на пороге. Но никто нас не предупредил. И ничего... И мы не смогли взять никаких документов. Ничего. Мы уехали, родные остались там. Кто в подвалах? В связи нет. Владимир Владимирович, уважаемый. Малая Локня, Малая Локнянский сельский совет Сужанского района. Наши жители услышали в 3.30 сильные взрывы. И в это время полетели ракеты в нашу сторону. Все, кто смог, не понимая, что произошло, похватили, сели на машины. Некоторые уехали в трусах, в майках, некоторые в ночных рубашках. Дети были закутаны в тряпку какую-то. Значит, буквально вчера, позавчера в СМИ появилась информация, что украинские войска отодвинуты дальше Ново-Ивановского сельсовета Сужанского района. На сегодня, по звонкам местных жителей, которые остаются там в очень опасных условиях, было сказано, что Малая Локля на 90% находится под контролем ВСУ. Пожалуйста, Владимир Владимирович, скажите своим руководителям, ответственным за информацию, за праведивость, чтобы показывали те реальные действия, потому что это вранье. Это вранье, это вранье, это самое, дает возможность гибнуть мирным жителям. Недавно, недавно начальник генерального штаба положил вам, что ситуация под контролем или что. Но на сегодняшний день в Сужанском районе, Корнинский район, идут огромные сильные бои. У нас нет эвакуации из Сужанского района. С села Хуева, там люди остались, они оторваны от земли, они просто переплывают на речке, на лодках, они просто плывут через леса, через полу. Они стреляют, они не могут оттуда вы выйти, там мирное население, помогите ему эвакуировать. Вам дастонан дело. Говорят про эвакуацию, никакой эвакуации не было, люди к чему и сами бежали. И до сих пор не было, людей не вывозили. Больший солдатский район, который идет следом за суджи, организованно, их предупредили, люди собрали вещи, пришли автобусы, организованно вышли. На суджу напали, разбомбили за несколько часов. Никакой власти, ничего у нас не было. Везде вакцины машины, не дают им выезда. Вам вообще докладывают неверную информацию. Вы все полярили, чехали. Все, спадите нам!